Сразу отмолвусь, что слайды у меня такие попутные, четких слайдов у меня нет. Я люблю выражать свое мнение фоновыми фотографиями, так скажем. На GizConf полтора года назад я делал доклад про маппинг с помощью велосипеда и о том, как это прекрасно. Прошло полтора года, мое мнение не поменялось. Лидирует по количеству показателей качества именно велосипед, но это не единственный, конечно, метод никак. Вот. Значит, карты ОСН очень популярны среди велосипедистов. И это влечет ряд проблем. То, что многие велосипедисты, соответственно, используют карты ОСН для путешествий. Но это порождает тут же ту беду, что все начинают маппить по трендерам. Основная, конечно, цель их это маппник и OpenCycleMap. То есть люди начинают строить велодорожки из тротуаров, вешать так BicycleYes везде, где только ни по пути. Вот за прошедший год в Петербурге, ну, в 2013-й, было три крупных товарища, которые начинали просто фейвелы, я бы сказал, маппинг. Который портил всю навигацию по городу для велосипеда, потому что они вешали на все тротуары BicycleYes. Плюс был вообще шикарный товарищ, который начал размечать BicycleRoad. То есть делается национальную сетку маршрутов по тем местам, где он ездит на велосипеде за грибами. Причем на все тропинки, которые он использовал в этих маршрутах, он вешал TicPycleYes. Даже на тротуары, на проспекты, чуть ли не на моторвей. То есть он вообще очень шикарно так заматил. И потом долго возмущался, примерно месяц пришлось с ним бороться на форуме, чтобы все-таки донести до него, что ОСМ это все-таки ОСМ. У него есть свои правила. Мы подчиняемся немножко законам. Жуть какая. Блохо написал. И в ОСМе, соответственно, в этом проблема, что люди, пытаясь использовать ОСМ, начинают ему вредить. Я попытался выделить, какие теги вообще в ОСМе существуют для... Он хреново работает. Есть теги для велосипедистов вообще. По сути, их нет на самом деле. Есть только MTBScale, такой специфичный очень тег. И, собственно, BicycleYes, который обозначает доступ. То есть он сугубо легальный. Ну и остаются теги типа Surface, Smoothless, которые относятся просто к характеристикам дорог. MTBScale в России почти не используется. Эй. А, понятно. Жуть какая. Вот. Это маленький кусочек данных. Вот. MTBScale почти в России не используется. В итоге желающие велосипедисты замапить карту ничего не могут для этого придумать. Поэтому и начинают возвращаться над рендерами. Вот. Поэтому я даже добавил такой тег, как BicyclePracticalYes, специальный, для совсем исключительных случаев, когда невозможно понять из характеристик дороги, что по ней реально можно проехать, не слезая на велосипеде. И то к этому тегу можно предъявить кучу претензий на тему того, что он все-таки субъективен. То есть там, где я проеду, не слезая, без проблем, большинство людей может захочет спешиться, пройти пешком, а вообще заплакать и пойти тихо подушкой накрыться. За прошедший год я специально проводил, ну такой поверхностный, конечно, наверное, анализ, то, как люди используют ОСМ с велосипедом связанные. В основном люди, конечно же, пользуются им для навигации, в основном ищут лесные тропиночки, какие-нибудь пролазы, болота, просики, очень много чего интересного там можно найти. Но, к сожалению, самая большая проблема тут получается, что люди, они, ну, сочувствующие пользователи. То есть в большинстве случаев пользуются и даже часто не знают, чем они пользуются. Вот. Есть еще вариант, конечно, есть более проглентный, но вообще вот процентов 2, наверное, людей вариант, это когда они сочувствуют и иногда ставят какие-нибудь ОСМ баги, ОСМ ноты, отмечают о том, что вот тут ошибочка, поправьте. Есть третья стадия, она встречается немножко чаще, и я таких людей крайне не одобряю. Это те, кто, вот я велосипедист, я узнал, что такое ОСМ, и я сейчас быстренько возьму там потлач или даже Джосон и быстро нарисую тут карту всего города. И выходит, что люди, к сожалению, не разобравшись толком ни в чем, начинают вот как раз рисовать везде cycleway, footway с bicycle S и тропинки, где геометрия на километр изображена тремя линиями, хотя больше 50 поворотов этой линии. Есть стадия, когда люди начинают рисовать где-то с полгода. Вот как раз человек, который рисовал полгода, он и вносил кучу фейковых маршрутов. Вот. Это стадия, благо, более-менее редкая, но все-таки. Ну и, наконец, самая малая стадия – это мапперы, которые остаются навсегда, развивают свои какие-то навыки и совершенствуются. Вот. В частности, к сожалению, ОСМ совершенно не идеален. Нет велосипедистов вообще ни для кого-либо, потому что, опять же, вот, велосипедисты почему начинают портить карту, по сути? Именно потому что они не знают об инструментах. Об инструментах, как узнать покрытие дороги. А их, по сути, нет, этих инструментов. Вот. То есть, я недавно буквально мне задавал человек вопрос, как проехать по определенной тропинке. Вот летом. Мы вот сейчас зимой недавно по ней проехали маршрутов с толпой людей. А он спрашивает, а можно ли проехать летом? И я не знаю, что ему ответить. Я ему сказал, посмотрю данных ОСМ, а потом я понял, что я сказал полную глупость и ему, по сути, его послал. Потому что, ну, у него нет варианта, как это сделать, кроме как открыть джосом или там данные, просмотр данных на ОСМ-орге. Вот. Где будет видно, соответственно, теги, опять же, которые он себе без расшифровки документации, без каких-то примеров не поймет никак. Что же эти теги себе значат? И оценить проходимость он не сможет. И вот это у нас такая проблема, которую, собственно, я сегодня и выдвигаю. Вот. Собственно, да. Нету правильной пропаганды среди населения о том, как можно использовать ОСМ. И как можно использовать его правильно, наверное, и как ему лучше помочь. Те же самые ОСМ-ноц, они немного непривлекательные для людей, видимо. Я не знаю. Ну, вот, в частности, вот у меня есть очень показательный товарищ знакомый, который, ну, точнее, даже много моих товарищей знакомых из велосипедистов говорят такую фразу, которая начинается так. Вот у вас в ОСМе там хреново нарисовано. Я ему тут же говорю, хорошо, так ты покажи, где там хреново нарисовано. Часто вообще не говорят, где хреново нарисовано. Но это ладно, это люди просто, может быть, так прикалываются. Но есть стадия, когда нет, вот там вот хреново нарисовано. Но там вот нет никаких данных, я там проехал, но я ничего не скажу. Вот. И плюс, конечно, есть стадия, что вот у вас там в Коме или там где-то там на Камчатке в лесу ненарисованы просики, а я туда хочу поехать грибы собирать, а у вас там ни хрена ненарисовано. Ну, на это и говорят, что ОСМ плохой. Но мне приходится тут же защищать, говорю, а найдите мне альтернативу ОСМ. Именно вот там не генштаб, а что-то вот электронную базу, по которой можно найти, отыскать там и использовать так же ее широко, как и ОСМ. Ответа, к сожалению, не поступает. Но проблема не исчезает. Люди, к сожалению, ну вот проект для гиков, по сути, ну отчасти. Конечно, он становится ближе и ближе с каждым годом, но все-таки люди желают замапить свои вот эти тротуары, по которым они катаются, нарушая ПДД российских федераций. Ой, микрофончик делал. Вот. И так далее. Далее. К сожалению, пользуются там, ну там, наверное, 5% людей, потому что это отдельная стадия, это такие глубокие туристы. А среднестатистическая блондинка, которая выехала на с вами сити-байке проехать 2 километра, она не будет использовать ОСМ, потому что там нет тротуара, по которому она любит кататься. Вот в этом главная проблема такая. Да, немножко размазаны у меня мысли, разошлись. Вот, кстати, ярый пример, это пример этого лета. Это было хайвей Тертиаре в 9 километрах от Санкт-Петербурга. Просто шикарно. Сорфейс, к сожалению, указан не был. Я вот долго ездил мимо и не знал, что это такое, решил проверить. Вот, оказалось, что Тертиаре шикарный. Ну, вот там вот по траве, там через кусты я, короче, проехал. Там вот километр где-то, вот такой вот жижа приятный очень. Вот, вот тоже еще, ну, это так, уже отголосок немножко уходим от темы. Это вот пример зимнего маппинга, например, что вот этого летом не будет существовать. То есть сейчас вот зима, я ее за это не люблю, что зимой нельзя рисовать тропинки. Потому что вот если поедете сюда летом, вы эту тропинку просто не найдете. Ее нет. Вот, это пример прокладывания дороги своими колесами. Очень удобно прокладывается дорога. Ну, это так, весенний маппинг. Вот тоже проблемы данных, они устаревают очень быстро. То есть даже в городе я провожу небольшой аудит по району, там, раз в полгода. И понимаю, что карта ВСМ до сих пор не может соответствовать актуальности. И, соответственно, человек, который приедет с карты ВСМ вот сюда, он скажет, ух ты, ё-моё, вот у вас там это не замаблено. Ну, я, естественно, сюда доехал замапил, но это вот я делал целенаправленную работу по определенному району. И поэтому я там каждую дырку пролазал. А как бы, ну, примерно через год вот это уберут. Там просто ремонт ЖД моста из-за этого заблокировали. Вот, пройти можно, но собаки кусаются и охранник есть. Что тоже очень пример странного объекта, потому что формально, ну, вот, как бы шлагбаум. Ну, наверное, заехать нельзя, но вроде не запрещено ходить. Вот такое своеобразное. Это чернобыльские аттракционы. Троте не поближе, да? Вот, ну, неважно. Собственно, да. Основная мысль, которую я хотел вынести, что СМ, к сожалению, не адаптирован для людей и для велосипедистов в частности, как показала практика. Да, такая баянная, прибаянная мысль. Ну, небольшой взгляд с велосипедной стороны, к сожалению, вот, люди мапят как хотят. И это во всех областях, регулярно встречаю и компьютерные магазины, обозначенные как каменс, потому что они рендерятся на мапнике. То есть, крупными буквами написанные магазины, человеком, который является представителем этого магазина. То есть, у нас, к сожалению, вот, большая-большая дыра, а, да, вот, пример красивого маппинга, туризм, этот, как, нет, артворк, короче, артворк, да. Вот, и пример совсем долбанутого маппинга, наверное, маппинг пещеры, маленькой, ледяной, ну, такой, неважно. Вот, а это, например, маппинга рек. Как маппить реки, это вот специально, я не зря говорю, что велосипед – это лучшее средство для маппинга, что... Как бы, берем в руки велосипед, и можно замаппить все, что угодно. Я маппил и парковки, и заводы, просто объезжая их с забором, несмотря на то, что там булелом, там, крапива и так далее, но немножко собравшись силами и налакавшись в лакорзину, можно проехать все кусты и даризовать территорию своими колесами, как говорится. Вот, но если вдруг, хотя, вряд ли, наверное, у кого-то есть вопросы, на фоне заката я готов на них ответить. Продон, но это рассвет. Спасибо. Какой роутер нужен для велороутинга? Ну, тут сразу встает вопрос. Есть, вот, вот, это то, что делают люди. Есть две стадии. Есть легальный велороутинг, который совпадает с авто, по сути, а есть нелегальный велороутинг. То есть, если легально ехать, то это можно использовать автомобильный роутинг. Хотя, вот, опять же, в своей сборке для Гармина я реализовал роутинг по тегам bicycle yes, highway path, там, с учетом поверхностей. То есть, потому что, вот, я, к сожалению, не сделал примеров, а, наверное, зря. У меня есть район города, где, вот, я в шесть вечера езжу часто в гости, а из одного района спального в другой. И вот проспектами нужно объезжать вот так вот по крупным проспектам, так, кругом. А если ехать на велосипеде, то можно проехать через гаражный кооператив, и там маленькая тропинка, и тут вот между ЖД и там через забор, так хопа, и там все так и ходят. Но там люди ходят, а там можно проехать на велосипеде. И ты экономишь сразу минут 20 времени и игнорируешь, что, ну, пробок и трафика. Собственно, основная причина, по которой большинство мапперов там маппят тротуары, как bicycle yes, это, ой, вы что, на дорогах же опасно. Мне даже один товарищ прислал гениальное письмо с фразами о том, что мои правки, удаление bicycle yes, тротуара, угрожают жизни детей. Потому что, если они поедут по дорогам, их собьет машина. Вообще, начнем с того, что детям вообще не стоит кататься, наверное, совсем маленькими без сопровождения взрослых. Ладно, с 14 лет, извольте на дорогу. Ну, конечно, так, наверное, в нашей жизни не будет никогда, наверное, в нашей стране. Но вот недавно пришлось с гаишниками воевать из-за того, что на карте было не так обозначено. Знака не было, я поехал в запрещенное место, как оказалось. Очень, как-то, забавно жизнь поворачивается. Так ли мешают идти по bicycle yes на тротуарах, по-моему? Да, мешают, потому что у меня реализован роутинг по bicycle yes. Соответственно, если bicycle yes стоит там, где нет реального знака движения на велосипеде разрешено, я формально нарушаю ПДД, во-первых. Сейчас 800 рублей штраф за езду по тротуарам. В Петербурге регулярно штрафуют на место. Конечно, это для галочки, для протокола. По факту не будут тебя штрафовать в спальном районе. Но, понимаете, я не хочу все время, просто видел, к сожалению, случай. У меня знакомый из больницы, больница работает, пардон. И я видел случай, как сбили девушку на тротуаре. Ее осталось там только ухо от головы, понимаешь? Поэтому после этого я как бы очень сильно против езды по тротуару, как-либо и зачем-либо. Это да, кажется, что безопаснее, но на практике... И на практике он сейчас велодорожки строит по тротуарам? Нет, если будет велодорожка, официальный знак, естественно. Bicycle ES, там, recycle waste, это все как полагается. Я говорю именно про фейковые. К сожалению, люди вносят свои мысли, что вот тут я проехал на велосипеде за грибами, а вот тут я за пим сходил. Вот, тут как бы... Это точно так же, как я выносил на форум обсуждение отметки магазинов, где круглосуточно продают алкогольные напитки нелегально. Потому что я собрал целый каталог этих магазинов, где можно ночью купить все, разве что атомную ракету еще не продают в открытую, но как бы вот... Я думал о внесении этих данных в СМ, но это все-таки немножко спорный момент. А там люди не спорят, они молча носят. А какие-то альтернативы ты им предложил? Альтернатив нет, потому что... Тоже по практикам не знаю. Так вот я и говорю, СМ практикал это для исключительных... Просто если ты будешь в одиночку маппить весь Питер, то как бы шансов у тебя нет поддерживать в актуальном состоянии. Понимаю, нет. То, что я маплю, это же сугубо велосипедных данных, там единицы, там две тропинки в год, наверное, сугубо велосипедные, все остальные данные касаются всех, и пешеходов, и автомобилистов. Я маплю дороги. Просто люди приходят, а они уходят по сути. Потому что им... Ну, тут это сложно говорить, но как бы... Просто альтернатив-то особо нет, потому что... Важно в какой-нибудь бредовый пек-куфер ставить? Смысла в этом нет, потому что ОСМ превратится в мусор, если так каждый будет под себя маппить. Бредовый пекин, три пункта, потому что... Редерс маркинг и... Да, опять же, да. Опенсайкл маппинг. Да, 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 да. Все ориентируются на рендеры. Как-то так. Почему бы, тем, кто хочет ездить по атмосуарам, не использовать пешеходный режим? Об этом шло большое обсуждение. Там предложили мне использовать автомобиль. Только не учитывая, что меня на автомагистрали регулярно закидывают, потому что я живу у Када, как бы, близко. Мне регулярно Птишкад пытается послать на другой конец города. Ротингом, на самом деле, лично я вообще не пользуюсь. Я им пользуюсь сугубо для теста, проверяя, как бы, правильно ли, ну, мало ли, я вылубил в этом году больше 200 ошибок, соединяюсь и прочего. Только вот просто тем, что у меня в наивидателе включена маршрутка, когда он мне не нужен. Я езду и смотрю, у меня маршрут такой, чеш, Алла-Пайс. Я такой, ё-моё, я же ехал всего лишь там 10 километров, а у меня маршрут на 500. Потом, опа, ошибочка. То есть, а так, как бы, тут вечная война. То есть, если я вот то же самое, что я сейчас рассказал, скажу велосипедистам, они им скажут, да ты урод полный, потому что мы хотим кататься под тротуаром, а ты нам карту портишь, сволочь такая. То есть, они используют что? Ротинг, что ли? Они, по-моему, не используют, они используют маппник. Как тебе пришло? Ротинг тоже их мало интересует. В основном речь идёт о использовании картинки. То есть, все хотят посмотреть на картинку. Как тебе где? В Open Cycle, маппник? Они же синеньким выделяют. Ну, маппник, байсикл, если не выделяет, но выделяет CycleWay. Один чувак, вот на просвете, рядом с домом зверика, сделал фейковый CycleWay с тротуара. Типа он по промзоне, он тихий, я по нему катаюсь. Мне пришлось срочно высылать туда на проверку людей, сколько я лично не мог доехать. В итоге выслал туда троих человек с разных мест. Проверили, нет, естественно, никакого знака. Да, тротуар новый, да, там пешеходы не ходят, но знака CycleWay пока не появилось, извольте не маппить. К сожалению, у нас в Питере вообще какая-то странная с этим ситуация. В ряде мест планировали сделать дорожку, даже есть разметка, но знак как и не поставили, и уже такие есть места по два года так стоят. Есть какая-то примерная разметка, идеальный асфальт по ГОСТу для велодорожек, но знака нет, соответственно, и данных в СМ нет. А еще у нас тут недавно вообще был шикарнейший конфликт, то, что велодорожка у моего дома послали запрос, короче, как это, в Министерство, там, то ли транспорта, ну, то есть куда-то отослали официальный запрос на тему того, что кто эту велодорожку обслужит, потому что она в отвратительном состоянии, то есть там разметка навесена на старый разбитый советский тротуар, такие колдобины, там, просто убиться можно реально, даже там на большом профессиональном велосипеде с навыками. И послали официальный запрос, и оказалось, что в городе об этой велодорожке вообще не знают, то есть ее сделал наш районный местный глава, там, маркин, грубо говоря, нарисовал, торжественно на Аисте, по ним проехал, там, помахал ручкой в камеру газеты «Мой район», знаки, да, знаки стоят, четыре знака целых, даже есть пешеходный переход через эту дорожку один, вот, а оказалось, что в городе, городской администрации, там, ничего такого даже не знаем. Пока стоит, вот, запрос, я вот все жду, когда придет какой-нибудь еще ответ, или отписка, или пересылка, то есть они ответили, что мы, мы сами ничего не знаем, мы перешнем в нужды ведомства, и, видать, вот оно так и по ведомству ходит. Общие знаки снимут, и все. Вот отрывали, отрывали. Кто-то уже отрывал, но у вас знаки восстанавливаются, да. Знаки ставят не ГАИ, в нашей стране. В нашей стране ставят знак ТОТ, у кого есть болгарка, отвертка и столб. Вообще, знаки ставят подрядчики, которые этот участок обслуживают. Они за это бабки получают, и, соответственно, если знак исчез, штраф, выгодно восстановить. Ну, по крайней мере, знаки возвращали. Я не очень понимаю, что она обслуживается. Потому что послуживаются. Потому что послуживаются. Потому что послуживаются. Потому что в Москве, потому что не устанавливаются. Потому что в Москве с подрядчиками договорились. Обосстановили, когда партия вообще спрашивают битву. Ну, ладно, вроде бы вопросов больше нет. Спасибо.